для следующего клипа тоже заготовлены элементы которые нам пригодятся диск с такой трещинкой которая позволит нам заметить вращение диска трещинку направим так чтобы она совпадала с центром диска и объединим их сразу выделим нашу трещинку диск и сгруппируем шарик выделив шарик и диск совместим с центром диска теперь заставим наш диск вместе с трещиной совершить за 10 секунд два оборота по часовой стрелке 720 градусов можно эту же цифру здесь в строке rotate набрать 720 градусов теперь у нас ролик наш будет выглядеть так диск вращается шарик находится на месте поскольку силу трения очень мало шарику в центре довольно комфортно переводим бегунок нашей ленты времени на 10 секунд и заставим шарик скатиться посмотрим что у нас теперь получится теперь у нас диск вращается а шарик за счет того что трения между диском и шариком очень мало движется по прямой относительно диска диска диск вращается и мы можем с этим и на поверхности на которой находится вращающаяся платформа скопируем нашу сцену и во второй сцене произведем такие изменения выделим шарик придерживая кнопку shift выделим диск и объединим их теперь у нас получился тот же самый клип шарик катится по прямой относительно диска диск вращается и мы можем с этим клипом сделать все что угодно мы можем скажем сделать так чтобы он у нас за 10 секунд переместился вот в этом в это положение шарик катится по прямой относительно поверхности стола диск перемещается по диагонали в левый нижний угол но нам это не нужно поэтому мы вернем обратно control z перейдем на 10 секунд и сделаем так чтобы у нас диск не вращался поскольку у нас в клипе он поворачивается на 720 градусов сейчас мы его повернем на два оборота так что получить минус 720 градусов и у нас диск будет стоять на месте проверим диск стоит на месте но шарик стал вести себя совершенно непонятно он вместо того чтобы двигаться по прямой движется по спирали чтобы разобраться с этим давайте вернемся к такому положению что у нас шарик катится по прямой и проведем здесь прямую горизонтальную шарик катится вдоль прямой которая показана горизонтальной оранжевой линией переместим эту линию на задний план а наш диск попробуем сделать полупрозрачным теперь выделим все элементы шарик у нас уже выделен вместе диском добавим к ним придерживая кнопку shift нашу горизонтальную линию и сгруппируем хотим сделать так чтобы у нас диск не вращался поэтому центр регистрации переносим в центр диска переходим на десятую секунду и делаем два оборота против часовой стрелки минус 720 градусов теперь у нас поверхность стола на которой горизонт нарисована горизонтальная линия будет тоже вращаться вместе с диском видно что шарик движется по-прежнему вдоль этой линии нарисованной от соли но он описывает и спираль в системе отчетна связанной с диском для наблюдателя находящегося на диске неподвижного относительно диска шарик будет двигаться по спирали а ты наблюдать ли находящегося на столе неподвижного относительно линий которая сейчас вращается шарик будет двигаться по прямой Продолжение следует...